Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Как обычно, в это время подведем итоги дня. Сегодня вторник, 20 августа. В ближайшие минуты расскажем о самых важных и интересных новостях. Ну и посмотрим, что сегодня активно обсуждали в социальных сетях города. Коротко о том, что будет в нашем выпуске. Город встал из-за раскопок. Коммунальщики вспомнили, что скоро осень и перекрыли дороги. Поставили, показали прессе, потом снесли. Нелогичная, судя по всему, недешевая история с пандусами на улице Ленина. Поменять бумагу и мыло за 2,5 миллиона рублей мэрия ищет подрядчика, который будет обслуживать биотуалеты. И лучший водитель автобуса в Кирове – женщина, причем на машине большого класса. На автопредприятии провели конкурс профмастерства. Осень на пороге у нас в самом разгаре сезон больших раскопок. В начале лета водители и пешеходы маневрировали между участками из-за ремонта дорог к юбилею. Теперь за работу взялись коммунальщики. Перекрытые участки или целые полосы появились сразу на нескольких улицах. Рабочие готовят трубы к предстоящим холодам. В итоге кировчане недовольны пробками и отсутствием горячей воды. И, судя по всему, раскопки опять могут затянуться до глубокой осени. Скоро как раз переносили у нас сроки. Раз пять, наверное. С 8 июля у нас нет воды и не предвидится. Улица Некрасова в этом году перекрыта сразу в двух местах. Большая раскопка напротив автостанции. Кировщане говорят, что здесь рабочие иногда появляются и обещают скоро закрыть участок. А вот чуть дальше на перекрестке с Чапаева бригаду давно не наблюдают. Само препятствие людям не мешает. Их злит отсутствие горячей воды. Пешеходам нет, а дома воды нет. Никаких работ не ведется. Да-да, мне соседка тоже говорила, сколько раз хожу, и все разрыто, и никакого нет этого работника. Вчера отключили. Позавчера была, вчера отключили. Без воды остались несколько домов на улице Воровского. Там сейчас ведут работы по замене труб. Больше всего недовольны водители. Одна полоса на перекрестке полностью закрыта. В часы пик образуется пробка. В Т-плюс говорят, что работать здесь необходимость. Вчера началась раскопка. На данный момент ведется работа. Там скрывается камера. Полностью все задвижки, отводы, спускники. Все будет заменено. Еще одно препятствие появилось на и без того загруженном перекрестке улиц Московской и Ердяково. Там заняли правую полосу. На участке вскрыли зону вокруг ливневки. В мэрии говорят, что работы ведет подрядчик. Уже залит бетонный слой. Сейчас рабочие ждут, когда схватится основание. Проезд откроют только к концу недели. К осени ремонт на сетях не закончится. Реконструкции будут вести до 15 сентября. Самая масштабная на улице Воровского, 135. Там до конца октября должны будут полностью благоустроить всю территорию. То есть сама труба будет смонтирована до 15 сентября и будет подавать уже тепловоситель. А работы завершатся до конца октября. И на большинстве таких участков как раз все работы должны быть завершены до 15 сентября. Благоустройство до конца октября. Из ближайших работ реконструкция на улице Карла Маркса. Завтра на участок вернется бригада. Дорогу от Карла Маркса до Блюхера перекроют до 31 сентября. Надежда Алюшина, информационный канал «Город». После ремонта сетей на перекрестке улиц Воровского, Попово изменят. Движение о нем предупреждали несколько недель назад. Видимо, за это время не передумали. В мэрии сообщают, что новая схема уже готова. Закуплены дорожные знаки. После того, как коммунальщики закончат раскопку, на перекрестке нанесут новую разметку. По ней водители теперь будут ездить так. По Ивана Попово на перекресток с Воровского можно будет въехать по трем полосам движения. В противоположном направлении только по одной полосе. При движении Поваровского со стороны путепровода через перекресток с Попово поворот налево к торговому центру Баска запретят. Зебру через Воровского со стороны путепровода вообще уберут. По мнению мэрии ЕГИБДД, новая схема движения увеличит пропускную способность перекрестка. Поставили, показали прессе, а потом и вовсе убрали новые пандусы на улице Ленина, которые установили в июне, уже демонтировали. Они были установлены для маломобильных кировчан, чтобы им было удобнее передвигаться. Теперь людям на колясках придется объезжать этот участок, но там вариантов на самом деле не очень много. На тротуаре улицы Ленина решили выровнять гранитные бордюры. Сначала камни демонтируют, потом сделают новую траншею и основание, и потом бордюры вернут на место. Также на участке от Герцена до Московской сделают ремонт лестниц, пешеходной части, съездов и устройства подпорной стены. Новые пандусы, которые сделали в июне, обещают вернуть на место в сентябре, когда все работы будут завершены. Почему нельзя было сначала сделать бордюры, а потом пандусы в мэрии, не уточняют. Сотни домов, похоже, придется менять управляющую компанию. Под проверку прокуратуры и следственного комитета попала УК «План». Она обслуживает довольно много домов в Кирове и в некоторых районах области. У организации хорошо получается только собирать с людей деньги в обслуживании. Все очень плохо. У плана нет штатных работников и своей аварийно-диспетчерской службы. Управляющая компания не имеет в своем штате работников, которые оперативно бы выполняли работы по управлению общим имуществом многоквартирных домов. Отсутствует аварийно-диспетчерская служба. Имеется претензия имущественного характера со стороны ресурсоснабжающей организации. Управляющая компания неоднократно допускала нарушения закона, лицензионных требований, прав потребителей. Лично руководителю за все время выписано штрафов на 2 миллиона рублей. Прокуроры в такой работе управляющей компании увидели признаки мошенничества. Уже даже возбуждено уголовное дело. Теперь людям нужно выбрать другую управляющую компанию, ведь скоро отопительный сезон. За все время работы этой управляющей компании жильцы заплатили организации по приблизительным подсчетам сотни тысяч рублей. На содержание уличных туалетов потратят больше 2,5 миллионов рублей, причем за 4 месяца. Такая информация появилась на сайте госзакупок. За эти деньги подрядчик будет выполнять влажную уборку и санитарную обработку кабинок, следить за наличием туалетной бумаги, мыла, убирать мусор и утилизировать отходы. Напомню, что новые туалетные модули появились в Кирове в середине лета. Кировчане говорят, что большую часть времени кабинки не работают. То им требуется ремонт, то на них снова покушаются вандалы. По новому контракту подрядчик будет должен содержать туалетные модули до конца декабря за 2,5 миллиона рублей. После жалоб кировчан в митропарке начались работы. После зимы территория выглядела очень запущенной. Дорожки из брусчатки развалились, песочницу не наполняли несколько лет. Мэри говорят, что летом в митропарке сделали дорожки и подходы к мостикам. Сейчас там красят пирс. Сломанные элементы детской и спортивной площадки заменят. В ближайшие дни планируется привести в порядок песочницу. Сейчас парк обслуживает терру управления по Октябрьскому району, но в его обязанности входит только уборка мусора и текущий ремонт элементов, которые переданы на баланс. К примеру, мостики и пирс до сих пор остаются бесхозными. Сейчас решают, что с ними будут делать дальше. Кировчанка чуть не попала в лапы медведя. Женщина днем пошла в лес за грибами и заблудилась. В полицию поступило сообщение о том, что жительница областного центра пошла в лес за грибами в деревне Голованово Октябрьского района города Кирова. Поиски происходили уже ночью. Полицейским пришлось использовать квадрокоптер с тепловизором. С высоты женщину нашли, но оказалось, что в 300 метрах от нее гуляет медведь. Полицейские быстро проложили безопасный путь и дошли до Кировчанки. Женщину вывели из леса и помогли набраться до дома. Сезон красивых природных явлений продолжается. В ночь на вторник кировчане увидели осетровую луну. Безоблачное небо открыло необычное астрономическое явление. В этом году полнолуние совпало с синей луной. Луна находится в этот момент близко к земле, из-за чего она кажется крупнее и ярче обычного. Судя по количеству фото и видео, в эту ночь многие кировчане не спали. Кадры красной луны есть из всех районов города. В следующий раз такое явление можно будет увидеть в 2037 году. Кто бы мог подумать, лучшим водителем автобуса в Кирове стала женщина. В Киров пассажир «Автотранс» решили провести конкурс профмастерства среди водителей. Такие соревнования не устраивали 20 лет. Участвовали водители автобусов большого и среднего класса. Сначала отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, а потом сдавали фигурное вождение. Для всех, каждой фигурой по-разному дается. Мне был карман, как бы немножко, но я выполнен отлично. Остальное для меня было не так сложно. Когда ехал, не волновался, все волнение уже перешло под конец, когда пошел сдавать теорию. Самая сложная фигура для меня – это тещин карман был. В итоге лучшей стала Светлана Аникина, причем в категории водитель автобуса большого класса. В среднем больше всего баллов у Николая Городилова. Известно, что финалисты конкурса ездят по маршрутам номер 87, 16 и 2. Ну а это все новости на сегодня. Мы готовимся с вами к переменчивой погоде. В ближайшие дни мы станем свидетелями битвы циклонов. Столкнутся холодный фронт Сюзанна и антициклон Николас. Победит тепло, обещая даже плюс 26 градусов. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Увидимся в городе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok